рад я вас приветствовать конечно также наших коллег из виде почему мы выступаем совместно тут все просто с nvidia и инвизия давние партнеры имеет большую историю наше сотрудничество и так является одним из партнеров в рамках виде партнер network категории или ну и насколько мне известно всего таких партнеров 15 собственно вначале хотелось бы сказать о глобальном рынке и ай и искусственный интеллект и почему точнее его части видео аналитикой почему данное направление по нашему мнению представляет сейчас особый интерес 1 дождается рост от 156 миллиардов 324 микро в долларах при среднем годовом темпе роста 17 процентов второй момент это то что технологии данные находится в самом начале жизненного цикла и в преддверии пика интереса а также то что среди всех решений в области софта и приложений уверенную долю занимают приложение для обработки графики видео что собственно является полем и устройств помимо серверных вычислений также еще интересен факт что российском рынке также большое по повестке дня развитие находится на поездке нищих экономик мира особенно широкое распространение получив сша китае азиатских странах европы но и также то что у нас в стране данное направление выделено также как в рамках цифровой экономики для поддержки государства федеральный проект искусственный интеллект будет профинансирован размере 26 миллиардов рублей при этом наш рынок демонстрирует уверенный рост через развитие как крупных айти промышленных финансовых компаниях зачастую уделяющих сектор и ай в отдельное направление так и за счет успехов компаний разработчиков а также увеличение количество новых компаний стартап бизнес инкубаторов и так далее ну и российский рынок и составил порядка 140 миллионов долларов половина из которых пришлось на железо если перейти к практике то что же представляет собой решение базе и здесь мы выделяем 7 основных направлений транспорт производства безопасность видеонаблюдение логистика сельское хозяйство медицина и образование при этом нашим фокусным направлением на данный момент транспорт видеонаблюдения и производства большое разнообразие применений собственно я ключевая роль разработчиков по и решений результировал формирование целой экосистемы антек который пытаемся развивать направление джай и которому который как и системе призываем присоединиться и что же вообще такое первый уровень это две группы наших заказчиков пользователей партнеров и класс и класс и ну и о чем класса и это здесь речь идет об интеграции решений и в традиционной отрасли и применения сейчас мы наблюдаем большое количество традиционных заказчиков отраслей применений где в качестве решения как раз есть необходимость применения и и при этом зачастую заказчик не обладает необходимой экспертизой или знания как внедрять на какой платформе кому обратиться за решение задачей экосистемы является поддержать пользователей проложив мост собственно к экспертам рынка из категории класс и вот как раз эта категория включает себя данных экспертов это системные интеграторы разработчики решений разработчики реалгоритмов и по также бизнес инкубаторы и акселераторы идентифицируя интеграторов и разработчиков на локальных рынках к примеру на нашем на российском программа глобальная вот и также российском тем же самым занимаемся мы в рамках этой системы помогаем найти первой группе пользователей как раз найти тех партнеров которые могут реализовать необходимые задачи что касается второй группы здесь мы помогаем выйти на традиционные на рынке традиционных применений найти но у заказчиков также и партнеров для реализации своих технологий и возможностей а второй уровень относится к сценариям взаимодействия как вообще мы пришли к этой модели все идет от матричной зависимости юзеров в данных категориях друг от друга и от поставщика платформ как результат задействование ресурсов в антек и всех юзеров цепочки в общем-то модель нацелен на предоставление максимальной пользы в рамках каждой из фокусных групп внутри данной экосистемы теперь подробнее можно смотреть группы и какую пользу могут получить участники что касается плюс я это первая категория заказчики уже знакомые с продуктами nvidia так или иначе пользовались ли они потребительскими пока или девелопер китом на джетсон они смогут получить все преимущества от перехода на план промышленную платформу вот на базе компьютеров вторая категория это новые пользователи платформы nvidia которым мы можем помочь в зависимости от направления их и задачи найти провайдера и решение ну и также обеспечим реализацию с точки зрения железа эти категории заказчики которым необходимо прямая поддержка адвантек глобальные заказчики без привлечения третьих сторон здесь мы можем предложить кастомный дизайн и дополнительную поддержку по части о нвидея что касается класс категории экспертов что здесь видим четыре категории это разработчики приложений разработчики внедренцы скажем так платформ компании занимающиеся софтом чисто и также бизнес инкубаторы и акселераторы ну целой группе в принципе мы можем предложить полное портфолио продуктов для реализации проектов глубокую техническую поддержку включая полу также конечно тренинги и обучения далее широкие возможности по кастомизации включает дизайн печатной платы корпуса совместный маркетинг включаю платформу нашу власть пас и совместное продвижение решений локальных рынках так и в принципе глобально поскольку платформа поживай спас губы ну и также конечно глобальную логистику поддержку вот одним из удачных примеров коллабораций в рамках данной экосистемы проект по внедрению искусственный интеллект в тайпее на системе контроля уличного движения там системный интегратор течай консалтент консалтент реализовал и алгоритм другой компании у антай тех на базе как раз компьютер адвантек микс 720 я но и реализация проекта позволила увеличить пропускную способность дорожной сети при этом даже сократить выбросы о 2 какое-то количество тонн в год если говорить про кейсы в россии то у нас наибольшее распространение на данный момент имеет некая в проектах связаны с транспортом систем видеонаблюдения и также точечно видим применение систем машинного зрения на конвейерах и системах контроля доступа также один из интересных проектов в россии где задача была выявление нарушение области общего дорожного хозяйства в автоматическом режиме ну и предписание устранение формирования их и контроль за исполнение ну в данном случае был использован микс 130 и который позволил для конечного заказчика защитить инвестиции ключевой элемент системы адвантеком глобальный лидер на данный момент по производству промышленных пока также расширенный цикл продуктов можем предложить уточняется по дефолту идет долго поддерживаем за счет у него тоже сотрудничество со всеми крупнейшими вендорами как виде снижение риска поломок системы виду меньшего количества элементов и дизайна и также широкие возможности по установке в разных видах транспорта для разработчика он же системный интегратор в данном случае здесь поддержка точнее в принципе они могут сразу использоваться из детей их предыдущие разработки на платформе где в китах сокращение времени на развертывание системы тушь не надо самостоятельно заниматься организацией шкафа рутера и так далее но и также возможность кастомизации было предложено теперь можем перейти платформе нашей адвантек компания сдающая активно продвигающая на глобальном рынке решения в области и of things сейчас это называется и учитывая высокую фрагментацию в общем-то потребностей в данной отрасли предлагаем широкую линейку продуктов реализации я и задач чая четыре категории устройства для инференса и системы и конечные устройства также умные датчики что касается задачи тут мы предлагаем основа здесь микро и серии просто миг который можно расширить модуль с решением беде даже можно поставить карты до 600 ватт общего тдп промышленные видеокамеры и также дополнительные модули расширения и прикладного ну и основа на данном направлении конечно платформа джетсон и наши промышленные компьютеры на базе данной платформы это некий компактный безвентиляторный рум пк от на на до оксавира и gx и с вычислительной мощностью до 10 трех локс но здесь мы видим что платформа развивается и сама платформа джетсон развивается так же активно пытается удовлетворить запросы наших конечных заказчиков партнеров и подходе видим что модели на базе новой их второй модели также защищены исполнения которые так релевантно для нашего рынка если упростить то по линейке то миг семьсот десятый на базе на на савира nx подходит для решения базовых задач при этом вы миг семьсот двадцатый яй на базе тегра 2 является самым специальной машины для большинства применений и миг семьсот тридцатый я и базе к савира и gx тимален для ресурсы емких здесь вы можете видеть более подробно 720 модель дизайн до выхода здесь сейчас в рамках нашего лиминара подробно останавливаться не буду также направление предназначена для видеонаблюдения который включает себя очень плови ходьбов также интересно что готовится к выпуску уже защищенное исполнение с ip67 температура не российская от минус 25 мы посмотрим можно ли будет кастомизировать пока в планах исполнения на базе джетсона на но в случае большого проекта обращайтесь сможем обсудить со штаб-квартирой выпуск и других моделей линейки джетсона это как семьсот пятнадцатый защищенный будет выглядеть далее следует дополнительные продукты по данному управлению это как раз корзина расширения позволяющие установить наши бокс писи безвентиляторные дополнительные платы сетевые или захвата видео изображения также видеокарты также система и door которая позволяет существенно расширить функционал наших компьютеров модуль industrial field bass и вот вывод и сетевые модули и беспроводные решения фрейм грейдеры также также предлагаем на линейку промышленных камер более подробно вас на сайте можно посмотреть отдельным направлением также конечно выступает софт а здесь мы не такие эксперты как виде но тем не менее у нас есть решение в андл солюшин для городов для метрополисов решение в рамках по три основных направления это решение для автоматизированного оптического контроля инспекции транспорта и для видеонаблюдения оптический контроль в основном применяется и как раз для оптического контроля для производства печатных плат производстве чипов очень популярна эта история возник конечно у нас к сожалению слабо развита но также можно применять и для контроля различных материалов и собственно в электронике для печатных плат данное решение позволяет собственно сделать апгрейд своей системы видеоконтроля если она достаточно большими ресурсами установить достаточно быстро для применения также является решением которые позволят вам сократить издержки что касается видеонаблюдения здесь есть из детей позволяющий проводить подсчет количество детекцию объектов выражение лица позиции и так далее есть готовое решение для видеонаблюдения собственно если резюмировать почему же стоит обратить внимание решение и джа и сейчас биджа это ключевая технология цифровизациями широкого применения позволяющая достигать значительного экономического технологического эффекта ваших бизнес-процессах сравнить на короткие сроки почему advantec здесь вы получаете ключевой элемент системы практически любых задач глобального лидера производства компакта можете быть уверены в инвестициях счет долгосрочного сотрудничества advantec с компанией нвидея расширенного жизненного цикла наших продуктов глобальной и локальной поддержки гарантии предлагаем на также возможности кастомизировать продукт организовать в м производства для вашего проекта также конечно оказываем содействие партнером и разработчикам продвижения решения у меня все я благодарю вас за внимание и передаю слово дмитрию да андрей привет еще раз добрый день меня зовут дмитрий конякин да еще раз спасибо компании advantec за возможность сегодня с вами пообщаться также всем спасибо за то что нашли время подключиться к этому вебинару ну и собственно я сегодня расскажу в продолжении той тематики который начал андрей про нашу платформу для edge устройств edge устройств на базе технологии искусственного интеллекта который называется jetson собственно наверное хочется начать с определения что такое что такое платформа invidia jetson ну и наверное самое простое определение это платформа которую можно назвать полностью программно определяемой платформой для создания или построения edge устройств на базе технологии искусственного интеллекта и наверное в первую очередь мы как компании nvidia ассоциируемся с производителями аппаратных решений и это действительно правда но опять же в современном мире само по себе аппаратное решение практически ничего не значит и на самом деле это видно по всем нашим продуктам в том числе и по jetson что да конечно же в самом его основании этой платформы лежат те или иные аппаратные решения но на мой взгляд куда более важные решения это вот те слои которые лежат поверх 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 аппаратного решения то есть прежде всего конечно же различные слои программного обеспечения как базового программного обеспечения на уровне операционных систем и инструментов так и двигаясь вверх по стеку это уже и прикладные приложений и предобученные модели нейронных сетей которые можно до обучать и применять уже в своих конкретных приложениях своих конкретных сценариях ну и так далее и так далее ну и вот сегодня наверное в большей степени как раз поговорим про софтверные слои хотя конечно же несколько слов про аппаратное решение я тоже скажу важно что платформа jetson она не является какой-то изолированной платформой внутри нашего продуктового стека эта платформа является частью всего продуктового стека компании nvidia это очень важно потому что по сути у нас есть целая экосистема продуктов совершенно разных продуктов начиная от больших и сложных готовых программно-аппаратных комплексов для использования в дата центра где мы с большей вероятностью будем обучать наши нейросетевые модели которые впоследствии будем применять на тех или иных устройствах что окажется в качестве этого конечно устройства ну или это устройство это уже вторично это может быть интегрированное решение я решение такое как вычислитель на базе jetson а та продуктовая линейка которую показал андрей это могут оказаться какие-то но условно говоря в промышленном исполнении x86 модули в которые добавлен наши ускорители и так далее и так далее ключевая особенность здесь состоит в том что программный стек от этого никак не меняется то есть вам как разработчику или вашим заказчиком как разработчиком можно практически не заботиться о том как мигрировать то или иное приложение ту или иную нейросетевую модель по всему вот этому стеку аппаратных решений ну и если мы говорим про именно аппаратную составляющую платформы jetson то условно говоря ее можно разделить на две части это деф-киты ну или наборы для разработчиков которые ну представлены собственно всей линейкой наших текущих продуктов от самых маленьких простых и доступных в лице jetson nano заканчивая соответственно самыми производительными в лице jetson и gx savier ну и все что между ними попадается в лице jetson tx2 и jetson savier nx что важно что мы сейчас стараемся максимально эту линейку унифицировать с точки зрения аппаратной совместимости и практически все наши продукты кроме топового в лице и gx savier теперь имеют единый аппаратный интерфейс соответственно садим интерфейс и их можно использовать в одной и той же ну либо в одном и том же деф-ките либо в одном и том же керриер керриер борде или несущий несущий плате ну и соответственно если мы уже говорим про скажем так решение не для прототипирования или для создания софта а именно уже для интеграции в какие-то собственные решения ну например такие как от компании advantec то здесь конечно же речь идет уже о модулях вы сейчас видите всю линейку наших модулей jetson опять же начинает самого младшего jetson заканчивая топовым решением в лице jetson и gx savier но и здесь хочется наверное сделать одну ремарку что я сказал что мы идем по пути унификации всех наших почти всех наших решений кроме топовых как я уже сказал а и совсем недавно в марте месяц этого года мы представили обновленное решение семейства tx2 которого наверно большинству из вас хорошо знакомы но его отличает то что мезонинный разъем на нем поменялся на садим разъем и поэтому фактически вся наша линейка продуктов кроме топового начиная от на на и заканчивая nx теперь обладает единым единым монтажным разъемом то есть условно говоря это дает очень большую гибкость с точки зрения того что единожды разработав carrier или выборов единожды ту или иную платформу вычислить скажем так аппарат на ее исполнение мы можем очень гибко менять ее вычислительные возможности просто благодаря тому что можем заменять одни модули на другие не буду здесь сейчас подробно останавливаться на спецификации я надеюсь ну надеюсь что организаторы презентации с вами после вебинара поделятся здесь есть такой слайд с техническими характеристиками всех продуктов про которые говорил список этот на самом деле далеко не полный с точки зрения характеристик а его всегда можно найти у нас на сайте но тем не менее у вас будет хорошее понимание относительно скажем так масштабируемости всей этой линейки с точки зрения прежде всего производительности функциональных возможностей которые они в себе несут но еще раз я напомню что с точки зрения софтверной разработки все эти продукты построены на базе единой архитектуры и мигрирование кода с одного устройства джетсон на другое на базе более например современного поколения джетсонов она фактически является для вас как разработчика совершенно прозрачным вам практически не нужно заботиться о задачах связанных с масштабированием производительности как вниз так и вверх есть уже огромное количество сценариев где применяется джетсон для различных назовем их так умных устройств конечно же самый большой сегмент это все то что связано с обработкой видеоизображения это может быть система умного города это могут быть системы безопасности системы распознавания лиц детекции интересующих нас событий это могут быть системы визуального контроля на тех или иных промышленных предприятиях и это конечно же отдельно стоящий большой кусок это решение в области робототехники и автоматизированных роботизированных я бы сказал транспортных средств различных систем для доставки товаров и так далее тогда скажем так все то что не касается беспилотных автомобилей а вот все что касается роботов того или иного размера до движущихся роботов имеется ввиду этого тоже очень востребованный сегмент где широко применяется платформа джетсон давайте наверное теперь от общих слов про аппаратную составляющую про которую я обещал что я буду говорить очень много перейдем все-таки скажем так программные или скорее даже продуктовый ниже чем программный потому что как мы понимаем сам по себе джетсон как аппаратная платформа она ну это хорошая железка но до тех пор пока мы на ней не развернули необходимый нам необходимое нам приложение прикладное который будет решать нашу прикладную бизнес задачу это просто остается хороший хороший железки да не более того собственно какие же возникают трудности при разработке программного обеспечения особенно если мы говорим про задачи которые используют те или иные элементы искусственного интеллекта ну наверное здесь условно можно выделить три таких проблемы первое состоит в том что просто найти скажем так в интернете да на просторах интернета обученную нейросетевую модель под нашу конкретную задачу так еще и с нужными нам метриками ее производительности и точности практически невозможно то есть да мы можем найти похожее решение но она почти всегда будет недостаточным для нас не по производительности не по точности результатов как она предоставляет второй момент даже если мы такую модель нашли мы понимаем что нам нужно ее до обучать до деловать до настраивать под нашу конкретную задачу у нас возникает потребность в огромном количестве данных которые мы должны использовать для обучения нам их сначала нужно эти данные собрать потом очистить но и только собственно потом приступить до обучению или обучению с нуля нашей модели это в общем тоже далеко всегда нетривиальная задача собрать эти данные и подготовить эти данные в нужном образе нужным образом ну и третий момент это то что для всех этих процессов нам требуются люди с очень серьезной экспертизой а их на рынке сейчас сильно меньше нежели чем тот спрос который на них есть соответственно все это приводит к тому что возникают кадровые вопросы которые в свою очередь транслируются ну либо в длительное время разработки либо соответственно влияют на качество разработки какие есть проблемы если мы говорим не про разработку программного продукта разработку уже прям готового и от устройства до периферийного устройства как угодно можно называть а здесь наверное можно выделить тоже три основных сложности ну сложность номер один состоит в том что все время появляются все новые и новые архитектуры нейронных сетей которые там значительно лучше чем все что было создано до этого но это хорошо но нужно чтобы наш наша аппаратная платформа могла работать по сути гарантировала возможность эффективно работать с теми моделями и с теми архитектурами нейронных сетей которых вчера еще не было когда эти продукты создавались поэтому очень важно чтобы платформа на которой мы ведем разработку была программно определяемые могла эффективно взаимодействовать все новыми и новыми архитектурами нейронных сетей второй момент очень важный стоит в том что ну как бы очевидно мы с вами видим что жизнь наша ускоряется и требования к производственному циклу тоже очень сильно ускоряется я прежде всего говорю про производственный цикл связанный с продуктизации решений с разработкой софтверной части потому что разрабатывать ну словно говоря как это раньше полтора года нейро сетевую модель которую у нас там распознает неважно там что лица какие-нибудь дефекты на производстве так далее так далее к сожалению такой подход он допустим проблема только в том что если мы себе позволим то нас гарантированно ждут минимум пять конкурентов которые сделают это значительно быстрее если мы будем оставаться таких же временных рамках как мы привыкли это делать раньше поэтому вопрос скорости здесь разработки тоже очень важен но и собственно и третий момент когда считаем что с разработкой у нас все хорошо мы так или иначе проблему решили третий момент стать в том что нам нашу разработку нужно внедрять если мы говорим про edge устройство это может оказаться внедрение которое будет состоять из тысяч десятков тысяч или даже сотен тысяч устройств и эти устройства будут находиться распределенными по огромным территориям климатическим зонам но и так далее и так далее при этом собственно устройство все эти современные нам нужно каким-то образом обеспечивать их все время актуальное состояние чтобы то нейросетевая модель которая на них работает она постоянно обновлялась соответственно были механизмы обновления называется овдр это один момент и второй очень важный компонент состоит в том что поскольку эти устройства становятся умными и решают достаточно скажем так важные задачи да нужно обеспечить их скажем так полную безопасность с точки зрения потенциальных вмешательств и компрометацию в процесс работы этих устройств вопрос связанных с кибербезопасностью мы не говорим о вопросах связанных с физической безопасностью более того решение должно быть устроено так что даже если к устройству получен физический доступ но фактически ничего кроме как получение железа в свое незаконное пользование мы ничего не можем получить но по сути как злоумышленник не должны иметь возможность никаким образом повлиять на его скажем так качественные характеристики то есть максимум мы можем вывести из строя но никоим образом у нас не должно быть возможности повлиять именно на качественные характеристики его функционирования ну и собственно каким образом Все вот эти проблемы, которые я только что сформулировал, мы предлагаем решать с помощью нашей платформы Jetson. Начать нужно прежде всего с того, что мы с прошлого года начали предлагать предобученные модели, нейросетевые модели, которые решают достаточно большие стандартные классы задач. Такие как распознавание людей на изображениях, выделение ключевых точек на лицах, распознавание автомобильных номеров, сегментация изображений, определение типов транспортных средств, определение сегментацию людей, автомобилистов, мотостоклистов, грузовики, автомобилей и так далее. То есть достаточно большие предобученные нейросетевые модели, доступные, оптимизированные под наши платформы и, собственно, предлагающие прямо из коробки, что называется, очень высокую точность решения той или иной задачи и, естественно, максимально возможную производительность на платформе Jetson. Но тут всегда возникает момент, что, ну, хорошо, даже если NVIDIA предлагает в свободном доступе совершенно замечательные модели, то NVIDIA их обучала на каких-то своих данных или тех данных, которые она забрала, а у меня, как у заказчика, вполне конкретные мои наборы данных и моя прикладная задача, что мне, собственно, с того, что у NVIDIA есть такие хорошие модели. А вот чтобы такие вопросы снять, у нас есть инструментарий, который называется Transfer Learning Toolkit, ну или сокращенно TLT, который позволяет скачать модели из нашего репозитария NVIDIA GPU Cloud, воспользоваться инструментарием Transfer Learning Toolkit и на очень небольшом количестве собственных данных заказчика эту модель дообучить до того качества, которое нам необходимо для решения нашей конкретной задачи, не какой-нибудь, условно говоря, задачи распознавания каких-то абстрактных номеров, ну, например, в Соединенных Штатах Америки, а делать это с учетом той специфики, которая есть, например, на территории Российской Федерации, ну или там близлежащих стран. Опять же, с поправкой на структуру номеров, то, как они располагаются и так далее, и так далее. Так вот, собственно, Transfer Learning Toolkit – это тот инструмент, который позволяет очень быстро эту предобученную высококачественную модель довести прям до идеального состояния для того, чтобы можно было, что называется, отправлять в боевое, в промышленную эксплуатацию. Ну и вот, собственно, пример, чтобы проиллюстрировать мое предыдущее утверждение, что если мы возьмем такую классическую архитектуру нейронной сети, которая называется YOLO V4, запустим ее, что называется, из коробки, вот просто пойдем в интернет, скачаем ее, запустим на Jetson. Ну вот она в среднем нам будет на таком изображении, которое вы сейчас видите слева перед вами, распознавать одномоментно 9 человек в кадре. Не потому, что ей не хватает производительности, а просто потому, что, ну вот она была тогда обучена, точнее говоря, обучена, выложена в таком виде кем-то в интернет, да, сообществом. Ну и вот, собственно, да, она рабочая, но мы видим, что у нас там, ну как минимум, не знаю, процентов 60 людей на этом изображении просто остаются неидентифицированными, что это человек просто. Собственно, если мы возьмем модель, которая называется PeopleNet, это модель, которая доступна из нашего репозитория этих моделей, совершенно бесплатно, доступно, можно зайти и скачать, то на той же самой платформе та же самая задача, но вы видите, что мы одновременно в кадре распоздаем уже 44 человека, то есть фактически в 4,5 раза получаем лучшее качество работы модели. Платформа та же самая, входные данные те же самые, результат в 4,5 раза лучше. Поэтому это вот просто демонстрация того, как можно взять прям готовую предобученную модель из нашего репозитория и получить результат, который близкий уже по качеству к, ну, собственно, к тому, который нам и требуется. Касается это, конечно же, у нас есть далеко не одна модель, но и более того, наши предобученные модели, если сравнивать их качество с, скажем так, индустриальными результатами, которые считаются хорошими в индустрии, то мы видим, что огромное количество моделей, доступных из нашего репозитория, показывают прям, что называется, из коробки результаты, которые считаются в индустрии, ну, собственно, более чем хорошими, что называется state of the art. Поэтому я всячески рекомендую, если вы занимаетесь такой разработкой, обращайте внимание на эти модели, это не стоит совершеннейшим образом ничего для вас, просто можно скачать и получить прям сходу заведомо лучший результат, ну, как минимум, для того, чтобы можно было сделать, что называется, proof of concept, да, или прототип, там, буквально за, я не знаю, от нескольких часов до нескольких дней можно получить хорошо работающий прототип. Ну, и, собственно, как я уже сказал, а дальше, если у нас возникает необходимость, все-таки точность, которую мы получаем от нашей модели, все еще недостаточно, мы используем инструментарий, который называется Transfer Learning Toolkit, для того, чтобы дообучить уже предобученную модель до того качества, которое нам необходимо, ну, и, собственно, дальше мы ее уже можем полноценно внедрять на той аппаратной платформе на базе того или иного решения Jetson, которое нам необходимо. Ну, и здесь я хочу продемонстрировать вам, помните, я вначале показывал всю линейку продуктов Jetson, делал я это не зря, вы здесь можете видеть, что одни и те же модели, все ровно то же самое, вы можете видеть, как они, ну, фактически линейно масштабируются при переходе от младших Jetson к более старшим, и, собственно, это происходит совершенно, что называется, ну, если хотите, автоматически или бесплатно, то есть мы не трогаем софтверную составляющую, мы не трогаем наше приложение, мы просто меняем аппаратную платформу один Jetson на другой и получаем линейное масштабирование производительности. То есть если сегодня у нас была задача, например, по детекции людей, да, и нам нужно, нам было 10 FPS достаточно для решения нашей задачи, у нас, условно говоря, это камера, которая стояла напротив входа, ну, в какую-нибудь торговую точку, да, где не очень большой трафик, и у нас просто был счетчик людей на ней построен, то для этого вполне подойдет надо. Если у нас вдруг возникла задача считать людей там в каком-нибудь, ну, условно говоря, в аэропортовой зоне, то мы не трогаем программные обеспечения, вообще не трогаем, просто меняем платформу, ставим более производительный Jetson, и можем получить в случае, например, с AGX-ом возможность обрабатывать там 400 с лишним кадров в секунду, да. То есть мы видим, что мы просто меняем аппаратную составляющую и получаем линейный прирост производительности. И это, как вы видите, здесь работает для огромного количества предобученных моделей, которые доступны из нашего репозитория, о котором я сегодня говорил. Важно отметить, что модели моделями, но понятно, что не только из нейросетевого стека состоит построение решений, хотя он, конечно же, является очень важным. При этом софтверный степь Jetson содержит в себе и инструментарий для, скажем так, всей обвязки, которая нужна для того, чтобы работать уже с нейросетевыми моделями. Это и низкоуровневые библиотеки по, и целиком, пайплайны для обработки видеопотока, его захват, его декодирование, собственно, отправка на нейросетевую модель, на inference, и потом, может быть, обратно его энкодирование, там, либо складирование куда-то, либо еще что-то. И для разных сценариев, прикладных сценариев, да, у нас есть совершенно различные инструменты, которые доступны в рамках софтверного стека для платформы в виде Jetson. Очень важный инструмент, на котором я тоже хочу обратить ваше внимание, он называется TensorGT. По сути, это оптимизирующий компилятор, который оптимизирует нашу обученную нейросетевую модель под конкретную аппаратную платформу, на которой она будет запускаться. Это, собственно, является хорошим продолжением того, что я говорил на двух последних слайдах. То есть, фактически, если мы знаем, что наша модель будет, планируется к запуску на младшем Jetson, то NVIDIA TensorGT это учтет просто, когда мы ему зададим целевую платформу, на которой наша нейросетевая модель должна работать. Если мы эту же модель собираемся запускать на более производительном Jetson, или, например, вообще переходим на какое-нибудь серверное решение, где стоят наши уже, скажем так, отдельно стоящие PCI-экспресс-ускорители, то TensorGT для вас выполнит работу по оптимизации этой модели и выжиманию всей производительности, которая только есть из тех аппаратных решений NVIDIA, которые у вас конкретно вот сейчас есть в вашем аппаратном устройстве. Ну и, собственно, еще один инструмент, на который я хочу обратить внимание, это инструмент, который называется NVIDIA TAU. TAU это сокращение от TRAIN, ADOPT и OPTIMIZE, то есть, по сути, это вот весь тот процесс, который я вам сейчас описал в виде отдельных инструментов, в виде предобученных моделей, Transfer Learning Toolkit-A, Federated Learning, TensorRT, о котором я только что говорил. Соответственно, мы представили совсем недавно, в апреле месяце, анонсировали, точнее говоря, инструментарий, который называется TAU. Это, скажем так, совокупность всех этих инструментов, про которые я сейчас говорил. Но уже упакованное в высокоуровневый графический фреймворк для разработки, который станет доступен во второй половине этого года. То есть, по сути, это возможность построить нейросетевое решение практически при нулевом программировании, скажем так, при нулевых потребностях, я бы сказал так, в программировании. То есть, это визуальный инструментарий, когда мы, ну, по сути, из кубиков с помощью мышки строим некую последовательность объектов, который состоит из нейросетевых моделей, инструментариев и так далее, и так далее, и получим, по сути, на выходе получаем готовое решение, готовое к внедрению уже на том или ином флоте интеллектуальных устройств на базе платформы Jetson, хотя и не только Jetson, потому что, как и большинство наших инструментов, это инструментарий, применим ко всем нашим аппаратным продуктам, как к Jetson, так и не к Jetson. Соответственно, поскольку здесь у нас и время ограничено, и функционал платформы ограничен, я специально привел на этом слайде ссылочку на YouTube, которая показывает, как работает вот весь этот рабочий процесс, связанный с использованием инструментария NVIDIA TAO. Можно будет потом по ссылочке кликнуть, посмотреть слайды у вас, естественным образом, после вебинара должны будут оказаться. Ну, и еще один очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание, что, поскольку мы говорим о Jetson как о платформе Edge-платформе, что подразумевает, что это, во-первых, очень большое количество устройств, во-вторых, сильно распространенных, как я уже сказал, нам нужно обеспечить возможность ими эффективно управлять, обновлять всю их софтверную составляющую. Ну, и, собственно, здесь мне приятно поделиться, что теперь мы поддерживаем контейнеры и на платформе Jetson, соответственно, весь этот инструментарий для работы с контейнерами программных приложений теперь доступен и на Jetson. Соответственно, мы можем подготовить в наших лабораторных условиях контейнер с необходимой нам задачей, проверить, что все работает как надо, и дальше просто этот контейнер целиком загрузить на удаленное устройство на базе Jetson. Соответственно, это крайне удобно, это значительно быстрее, чем настраивать и все это подготавливать руками. Ну и плюс, соответственно, это дает дополнительную, скажем так, защиту, ну, что называется, от дурака, что мы там в процессе заливки этих данных на устройство что-нибудь случайно не поломаем. Потому что это все хорошо работает, когда у нас устройств 2, 3, 5, а когда у нас таких устройств становится несколько тысяч, понятно, что вероятность неумышленно что-то сломать, она, в общем, многократно вырастает. Ну и, собственно, конечно же, для разработчиков доступно огромное количество низкоуровневых инструментов для разработки оптимизации. Это и дебаггеры, и визуальные профилировщики, которые позволяют понять, насколько эффективно мы утилизируем те ресурсы, которые нам предоставляет Jetson. Ну и, собственно, не просто понять, насколько, но и понять, где у нас есть какие-то просадки, и, соответственно, сделать выводы, как мы их можем, как мы можем эту ситуацию поправить, чтобы выжимать из платформы максимум. Ну и, собственно, еще один слайд, по-моему, уже близкий к концу, который является, на самом деле, просто иллюстрацией того, что софтфирная составляющая, она, на самом деле, в современном мире значительно более важная, чем аппаратная составляющая. И, собственно, единственная вещь, которую я хотел показать, что буквально за последние два с половиной года у нас там вышло шесть, на текущий момент уже даже семь релизов набора для разработчиков Jetpack. И помимо того, что в каждом из этих релизов появлялись все новые и новые функционал и поддержка более актуальных версий Jetson, но также важно, что все эти релизы поддерживаются и на старых продуктах, которые появились достаточно давно. И это, по сути, бесплатный функционал, который повышает производительность и эффективность использования даже наших старых продуктов, старых, которые появились несколько лет назад. И, собственно, это некая гарантия, которую мы даем с своей стороны, что, используя платформу Jetpack, вы в течение многих и многих лет будете получать ее беспрерывное улучшение. То есть аппаратно у вас все будет оставаться неизменным, при этом функционал и производительность этой платформы будет расти, по крайней мере, с нашей стороны. Мы для этого делаем все. Вопрос, насколько это востребовано в тех или иных прикладных сценариях. Ну и, собственно, ссылка на ресурсы, где есть вся информация для разработчиков. Да и, наверное, на этом все. У меня еще есть много-много слайдов. Я только один из них сейчас покажу, потому что я решил, что времени нам не хватит очевидным образом. Но дальше вы сможете посмотреть достаточно большое, там порядка, наверное, 15, а то и 20 подробных примеров того, как используется платформа Jetson, какие сложности она в тех или иных прикладных проектах решала, ну и, собственно, что на базе этого получилось. И вот здесь я, пожалуй, остановлюсь. Если у нас есть время и возможность поотвечать на вопросы, то я с удовольствием готов. Дмитрий, да, спасибо большое. Крайне интересная презентация. Я думаю, полезно в разном категории наших слушателей. Коллеги, вопросы, пожалуйста, ваши. Был вопрос про Edge, что такое Edge-устройство. Коллеги, спасибо, ответили. О, я вот тут нашел вопрос. Каким образом у нас устроено сотрудничество с внешними IT-компаниями или мы заточены только под внедрение наших решений в области искусственного интеллекта? Значит, смотрите, сами мы совершенно точно никакими внедрениями не занимаемся. И как раз наша, скажем так, наша модель взаимодействия как раз построена так, что мы помогаем нашим партнерам-разработчикам, ну или в редких случаях конечному заказчику, если он ведет собственную разработку, собственно, в этом процессе. Поэтому мы ни в коем случае не претендуем на то, чтобы у кого-то отъедать какой-то хлеб интеграторский или уж тем более разработческий с точки зрения прикладных сценариев. То есть мы, как вы видели, не занимаемся никакими разработкой прикладных сценариев использования. Другое дело, что мы стараемся разрабатывать как можно более высокоуровневые инструменты для ускорения или вашей разработки, или разработки данной заказчика. Я смотрю, Виктор также мне адресовал вопрос, но ответ будет схожим. Потому что самостоятельно мы не занимаемся внедрением, проекты не реализуем. Есть часть софта прикладного, которую я показал, но есть также и платформа, где по названию Vice Pass, можете тоже посмотреть в интернете. Это облачная платформа с решениями, в том числе и наших партнеров. И в случае совместной работы туда тоже можно будет выкладывать ваши решения. Так, был еще вопрос по поводу пользы для производства. Галина, если Галина, вы с нами, мы частично, что Дмитрий, что я уже ответил на этот вопрос более подробно, наверное, все-таки будет зависеть от того, какой тип вашего производства. Да, вот тут есть хорошие вопросы, я сейчас вижу, начали сыпаться. По поводу вопросов по поводу документации. Вся документация для разработки как аппаратной, так и программной, бесплатная в открытом доступе на нашем сайте. developer.invideo.com Значит, есть вопрос, большинство решений для фото- и видеофиксации, какие решения существуют для прогнозирования временных рядов. Библиотеки, базовые математические библиотеки, которые можно использовать для решения этих задач. Библиотеки эти совершенно не привязаны к какой-то специфичной платформе, поэтому их можно ровно так же использовать на джекции. Вот тут есть, я вижу вопрос, что есть какие-то трудности с установкой драйверов в Linux-подобных системах, например, Ubuntu. Я не очень понимаю, какие есть трудности с установкой драйверов, поэтому, если можно, напишите мне на мой e-mail и поподробнее описание проблемы, либо я, либо мои коллеги ответить. Так, тут вопрос по поводу обученной платформы, наверное, про WISPAS. Там есть, да, там есть плата, но надо смотреть, как вы ее будете использовать. Будете ли вы пользоваться продуктами из этой платформы, либо вы будете предлагать эти продукты. В комментариях приходите, приходите. Вопрос еще по поводу фотофиксации, но это не совсем фотофиксация, речь про анализ видеопотока. И в каких областях применяться, собственно, вы можете найти на моем слайде, на слайде Дмитрия, огромное количество применений. Я бы даже, если говорить про видео как таковое, это один из самых важных, по крайней мере, с точки зрения распространенности, датчиков, которые на текущий момент существуют. Почти все примеры, которые у меня есть в начале слайда, в самом конце, они все связаны с тем, что на то или иное устройство, неважно, это робот, это умная камера, которая следит за дорогой, это камера, которая узнает лица в целях безопасности и так далее, и так далее. Это все обработки видеоизображения. Это камеры, которые смотрят на металлопрокат и так далее. Там, конечно, сразу возникает вопрос, какой сенсор у этой камеры, в каком на диапазоне смотрят и так далее. Но сценариев применения огромное количество. Я бы так сказать, на мой взгляд, процентов 90, а то и, может быть, 95 вообще всех применений, соответственно, это сценарии, связанные с входными данными с камер. Какие камеры – это вопрос, но это огромный прям класс задать. Так, и, наверное, последний вопрос на сегодня. Дмитрий, к вам разрабатывается ли применение для анализа аудиоданных? Для анализа аудиоданных. Я, честно говоря, каких-то готовых инструментов прям высокого уровня с нашей стороны не встречал, не потому что, опять же, мы чего-то не разрабатываем, потому что вроде такого особого запроса с рынка нету. С одной стороны, с другой стороны, у нас есть прям целый огромный пласт высокоуровневых фреймворков для реализации обработки естественного языка на наших платформах, где Jetson может быть одной из таких платформ. То есть это распознавание, генерация языка, перевод и так далее, и так далее. Если это про это, если это про какой-то, ну, скажем так, анализ на уровне низкой математики, то, ну, опять же, у нас там есть базовая библиотека с точки зрения преобразования Фурье и операции линейной алгебры. Ну, то есть если это совсем какая-то низкая уровневая обработка сигнала, то можно воспользоваться, и своя собственная разработка, можно воспользоваться базовыми инструментами для разработки. Тут не очень точно понятно, о какого рода обработки аудио идет. Да, ну и применений в жизни не так много встречается. Ну, одно из применений, с которым, я прошу прощения, вот от последней комментарии, одно из применений, которые есть среди наших примеров, это роботы, взаимодействующие с людьми. То есть там то, что ездит и не только смотрит на людей, но еще и там с ними общается. Понятно, что обработка аудио осуществляется локально. Нужно понять, что нам человек говорит, ну, либо ему что-то ответить, либо на основании того, что он нам сказал, выполнить какие-то там дальнейшие действия. Ну да, ну, в общем-то, это тоже в отрасли автономных девайсов. Да. Центр разработки в Израиле или США? Если речь про NVIDIA, то у NVIDIA там несколько десятков центров разработки, они есть. Начнем, во-первых, с России, коль скоро мы и в России. У нас в Москве самый большой центр разработки из всех европейских стран. В Израиле у нас тоже большой центр разработки, опять же, благодаря тому, что у нас Melanox теперь стал нашей частью, ну и многих-многих других стран. Все, благодарю за внимание. Всех спасибо за участие. Следите за нашими новостями, за нашими релизами, продуктами компании NVIDIA, Advantek. Всем здоровья. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok